Ну и привет, мои хорошие, я дома. Настроение прикольное, прекрасное, все хорошо, дошла, здоровая, щечки похудалы, все нормально. В общем, очень-очень хорошо поговорила с доктором, но так как я и планировала, мне довыписали три капельницы, ну и таблеточки, которые там еще непосредственно по болезни. Вот, а мы предохраняемся теперь от, знаете, чего? Что, значит, бывает после таких воспалений, как-то она его назвала, очаговое воспаление лимфоузлов и так далее, они иногда дают, если вы знаете, ну я думаю, жизнь у всех почти одинаковая, есть такое заболевание герпес, да, оно есть в каждом организме у человека, эта бацилка живет, но провоцируется она, она спит, 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 и провоцируется тогда, когда есть какое-то заболевание ОРВИ, ОРЗ, воспалительное, продуло, просифонило, где-то что-то начало болеть, и она тут как тут, вот она, то на губах, то на носике, то еще где похуже. А бывает она еще и внутренняя, это более страшная вещь, которая имеет место быть, и ее нужно, этот очаг нужно быстренько-быстренько локализировать, чтобы, ну это проблемнее, чем, вот вспомните, герпес, если есть на губе, он здесь выскочил, ты его помазал, полечил, он здесь выскочит, и, короче, пока он не выпустит все свои вот эти вот, значит, нехорошие, в общем, он должен подсохнуть сам, это который наружный, а есть же внутренний, он более коварен, вот это мы с ним будем бороться, она подразумевает, что это похоже на то, поскольку здесь была и краснота, и подпухшесть, и вибрация, и горячее все, вот, ну, короче, я немного в гебри влезла, ну, я так думаю, это поучительно для каждого, потому что мы все под Богом, и болячки у каждого могут быть, правда, они же, скажем, приходят ниоткуда, незванно, неизданно, вот оно и есть, вот и в моем случае так, но я улыбаюсь, какая и прыгаю, вот, насчет обеда, обед был маленьким, скажем так, на вид красивым, все, но не прошло 20 минут, я почувствовала голод, я хочу есть, я прибежала домой, быстренько перехватила, тем более у меня через 10 минут пить таблеточку, ну, я пришла голодная, я не о том, что это плохо или хорошо, это диета, я все понимаю, но, знаете, как человек без памяти, ел я или не ел я, это именно в тот случай, я не жалуюсь, я благодарю, хоть так кормят, где-то хуже, 100%, где-то хуже, ну, короче, я о себе, кто как, не знаю, компот был очень вкусным, это 100%, там даже был привкус грушки такой вяленой, он был из сухофруктов, это действительно было вкусно, все нормально, я не голодная, Витя встретил, цветы подарил, все, все, все в норме, препараты получила, завтра опять в 6 утра, а сегодня еще в 10, и завтра в 6 утра, в 2 часа дня, и, то есть, лежать я там, ну, не буду, все это нормально, я человек почти здоровый, скакаю и прыгаю, значит, есть у меня очень-очень-очень такая, знаете, я сижу гордая, пишаю себя собой, но говорить на эту тему я сегодня не маю права, закинчиться ця велика беда в нашей Украине, и я вам дуже, так я раз скажу, дию, яку я зробила сегодня гражданская, гражданская, як це, виконала долг громадянина Украины, вот, що я выполнила, я вам розповім майже в кінці войны, о, смогла, я это сделала, поскольку сейчас я не имею права на эту тему говорить, но я с собой горжусь, когда я училась в институте, ну, опять-таки, бравирую, да, бравирую, есть у меня такое, люблю я себя, люблю я себя похвалить, люблю чувствовать какой-то, ну, когда мне говорят добрые слова, ну, может быть, это черта характера есть в каждом человеке, но кто-то более вуализирует это, а у меня всё открыто, ну, вот такой я человек, я не стесняюсь, какая я есть, такая я есть, и возвращаюсь к этому, когда я училась в институте, я вам буквально вкратце расскажу, была лекция по поводу радиации, по поводу, ну, это, скажем так, я работала с этим всю жизнь, я не особо окуналась в радиоактивную там сферу, в зону и так далее, я своё рабочее место знала вот и до, вот, но, скажем, много читала, много, по крайней мере, про атом знаю много, и про расщепление, и про, ну, там очень-очень много, значит, таких таблиц, цифр и всё остальное, это мелочи, но когда нам вёл лекцию старый такой дедушка уже, ну, очень такой, ну, очень такой, в годах-в годах с бородкой, весь мхом, брови на глазах, и что-то он там нам блеил про пылесосы, уборки пылесосами на атомных станциях, значит, мытьё полов с мылом и так далее, я ему, ну, сделала таких немножечко незамечаний, а, ну, как будто бы помогла ему немного вести лекцию, потом он меня вызвал на кафедру, и я чуть-чуть рассказала о том, чего знаю я, по поводу дезактивации, я работала с этим, ну, вот, по поводу этого ему рассказала, Винмени так, ну, оставил меня потом наедине, мы с ним обо многом поговорили, про реакторы, про всё остальное, и он говорит, ну, а вы бы не хотели, вот, где-то вот, ну, у нас тут, вот, как-то было такое предложение, мы даже с покойным мужем говорили на эту тему, и говорит, Серёж, может, как-то, он говорит, да, не, 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 и то, да, не поедем, и дети, и то, всё, ну, короче, но мне было приятно, и это во мне, знаете, как залегло, вот, как в губку впиталось, и, ну, я, например, этим горжусь, мне было приятно с ними общаться, с этими преподавателями, и как-то я была с ними на одной ноге, мы общались на многие темы, так, скажем так, лояльно друг к другу относились, мне поваживало, во-первых, я была там старостой, меня всегда подтягивали на какие-то нужные, иные дела там, и так далее, короче, собой надо уметь гордиться, и этого не нужно стесняться, я этого не стесняюсь, может быть, вы сейчас, не все из вас, но всё равно в народе есть такие люди, сидят и думают, боже, что она рисуется, ты посмотри, какая звезда, вот, если я звезда, значит, я и буду звездой, вот так, и я этого не стесняюсь, у меня и кличка была на работе звезда, но это были шутки, ребят, у меня даже на кофточках везде были звезды, но это о хорошем, шутки надо, и шутить в это время тоже никак не помешает, поверьте мне, и улыбаться, и пошутить, и спеть песню, тем более после того, как, что я сегодня совершила, ребят, простите, не буду говорить, придёт то время, я вам всё как расскажу, вы скажете, боже, я каждого на молодец, вот то я вас, да, подтянула, будете смотреть и ждать, а мы дождёмся конца войны, мы дождёмся нашей победы, мы дождёмся, когда мы все вместе будем кричать во весь голос, в небо будем кричать, спасибо, Господи, спасибо, дети, спасибо, ребята, за то, что вы выполнили свой долг, за то, что вы нам дали спокойно спать, спокойно жить, и будем жить дальше, спокойно, мирно, в дружбе, в мире, в понимании, в подмоге друг другу, в поддержке друг для друга, не оборачиваться от чужой беды, а нагнуться и помочь, поднять старого человека, помочь ребёнку подняться на ступеньку, дать какой-то рубль или два, если кому где-то чего-то недостаёт, просто надо быть отзывчивым, добрым, не злым, не сидеть в кучке в своей семье, Боже, как хорошо мы на цены касаемся, так жить нельзя, горе это у нас общее горе, и нам надо его сообща, решить, порешить, как сейчас поступают наши солдаты, всем миром взялись и пашут, и ложатся бедные в земельку, до мамки, до папки не доезжая, вот так, ребята, так, что быть добру, добро победит над злом 100%, только надо время, надо терпение, надо уметь научиться ждать, а прежде всего надо любить, быть любимым, быть добрым, а больше нам ничего и не остаётся, потому что мы люди, мы рождаемся один раз и должны выполнить свой долг на этой земле достойно, и чтобы о тебе вспоминали только добрые, хорошие слова, вот не станет человека, а года идут и люди вспоминают, а помните, был вот такой, да, Иванов, Иван Иванович, был таким, таким-то, таким-то человеком, вот к этому нужно стремиться, чтобы ты не ушёл в мир иной, как пыль, а чтобы о тебе говорили и говорили по-доброму, всё, ребятки, меня на лирику потянуло, значит, надо лечь, отдохнуть мне и поспать, всё, пока-пока, всегда с вами Витя, Лена, Степан и хорошее настроение!